Что вы имеете в виду, когда пишете, что СССР еще жив? Ну, что такое страна, государство? Это люди. Люди живы. Люди живы те, которые привыкли и очень рады состоянию быть, знаете, клопами в диване. Сидеть на получке мизерной, маленькой, ну и у другого такая же мизерная, маленькая. Кто вылезет, тому по шапке дадим. Можно ничего не делать. Им дали шанс. В 90-е годы им дали шанс. Что такое капитализм, вороночная экономика? Это шанс, ты можешь все. Можешь стать миллиардером, можешь стать великим человеком, можешь известным, можешь не стать, но это твое дело. Свобода абсолютно. Не хотят пользоваться, потому что для этого нужно каждый день что-то делать. Каждый день надо, так сказать, как в гамлете, в монологе, быть или не быть. Что сегодня быть, чем быть. Отказались от этого, так сказать, щедрого предложения. И воспряли духом те, которые очень, как сказать, затаились и озлобились в 90-е годы. Вот кто сейчас особенно агрессивен? Кто кричит, что, значит, вот надо нацпредатели. То есть нацпредатели – это те, кто уважает Конституцию, уважает суверенитет соседей, которые не хотят, чтобы русские мальчики гибли в войне за вилы чиновников в Майами и в Антибе. Вот кто эти люди? Это очень просто. Вот кто эти злые дни? Представьте себе, ну, каждый, не скажу, какая много таких семей в России. Вот он. Жизнь не удалась, потому что он ничего и не делал, чтобы она удалась. Оно лежит, в общем, в несвежей одежде, простите, с дырками, там смотрит ящик, где ему сообщают какую-то билиберду. Жена, сволочь, дети такие же, потому что они же их родили, генетика, генетика плюс воспитание, что же еще может быть? Такие же. Перспектив нет никаких. И он понимает, что его жизнь уже закончена. Неважно, это не 70 лет, не 60, это может быть и в 40, и в 30. Он понимает, что он уже ничего, никем не станет. Но где-то он слышал и видит, и ненавидит, что живут альтернативные люди, которые что-то могут, что-то из себя значат, как-то выглядят, моются, гладят одежду, стирают. И вот эта альтернатива его бесит. Он ее ненавидит всеми фибрами своей, так сказать, духовности. Духовность – это вот, понимаете, что такое, да? И тут он был абсолютно дезорганизован, потому что правительство на него чихало. Дали возможности, хочешь работай, хочешь не работай. И тут правительство его заметило и решило опереться. Ведь у того же Путина, у него был выбор, выбор личностный и политический, и личностный. Или действительно опереться на людей свободных, талантливых, на конституцию и использовать те замечательные, огромные средства от нефти. У нас была очень такая выгодная конъюнктура по нефтяным средствам. И действительно что-то создать, упрочить демократию, идти развиваться, идти в цивилизацию, но был сделан другой выбор. Был сделан выбор в пользу царя Черни, вот опереться на Черни, а пренебречь вот этим, так сказать, небольшим количеством приличных людей. Что было откровенно проделано в последнее время. И вот народу, вот это, который лежит, значит, неудачник, озлобленный, человек, когда неудачник, он озлобленный, ему сказали, что вот все, не просто все твои проблемы из-за кого-то, вот эти вот враги, и давайте их бить, давайте их ненавидеть, давайте их выдворять, выгонять, да, вот все из-за них. Вот то, что у тебя жизнь не удалась, то, что ты лежишь в такой вот убожестве, да, все из-за них. И вот эта Чернь, она обалдела от радости. Она услышала, наконец, то, что она хотела, и показали врага. Это было уже не один раз в истории, вот нашей в том числе. То есть все очень просто. Вот на чем жив СССР. И, к сожалению, пока они не дойдут до последней точки,